Работа по организации голосования на морских судах начинается задолго до того, как первый рыбак выразит свое мнение. Сначала территориальная избирательная комиссия получает список компаний судовладельцев и судов, приписанных к порту Петропавловск-Камчатский. Затем нужно исключить ликвидированные компании, добавить вновь образованные, уточнить адреса и номера телефонов, имена руководителей и многое другое. Одно судно, один избирательный участок. Образовано 115 избирательных участков с общей численностью более 5000 избирателей. С 10 июня началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, в том числе на судах. К данному моменту в море проголосовали около 20% избирателей, в числах 22 избирательных участка 957 избирателей. Посмотреть, как организовано голосование на борту сейчас невозможно. Из соображений безопасности по COVID-19 на борт не допускают посторонних. Сейчас в связи с коронавирусом работаем, как говорится, онлайн, и поэтому мы чаще по телефону. У нас 11 судов, из них проголосовало 9. Осталось два судна, которые находятся в море. Практически явка у нас стопроцентная, потому что все находятся на судне. Впрочем, ситуация в мире не сильно влияет на то, как проходит голосование. Каждое судно обеспечено интернетом, и экипаж получает документы по электронной почте. Тексты бюллетеней, формы протоколов, списки избирателей, все формы передаются на суда. И наши все постановления точно так же передаем на суда. Им разрешено самостоятельное изготовление бюллетеней, все избирательные документации, и использование судовой печати, как заверяющие. Все бюллетени опечатываются в конвертах. Они по радио докладывают, по интернету докладывают территориальную избирательную комиссию. А эти конверты по приходу судов в это, в порт, на место дислокации. И эти конверты сдаются в территориальную избирательную комиссию. В опечатанном виде, опечатанном капитанской печати, все это очень строго контролируется. Голосование в море продлится до 30 июня. На берегу жители края смогут выразить свое мнение по месту жительства бесконтактным способом. Также можно будет проголосовать на рабочем месте, придомовой территории и даже на даче. Чтобы избежать большого скопления граждан на избирательных участках, голосование будет проходить 7 дней – с 25 июня по 1 июля. Александра Галдина, Антон Скрипаченко, информационное агентство Камчатка.